я разложила уже все это вот это чеки ты разложила это не назначение сейчас чеки давай заведу всю капец тут короче что там получается сколько за все время мы отдали 20 500 30 тысяч 10 тысяч и последнего 10 тысяч это 9 июля и это сама и все а то что за бумажечка вот это чек вот этой бумажки вот это вот покажи то что делали ну вот эти препараты все которые используют то есть это вот общие чеки получается на что в общем здесь друзья еще целая пачка бумажек где расписано все что делали все там кт узи капельницы переливания и прочее вот 6 тысяч до 10 килограмм короче здесь вот они вот так сейчас делают все прям подотчетно вот такая история на сегодня мы оплатили 74 500 74 500 оплатили это в стационар мы только оплатили получается да нам нужно еще докупить альбумин тоже проблемка пока и и нам нужно еще будет оплатить за два дня если мы завтра моду заберем но если все будет нормально но тоже пока не факт потому что ну как она будет себя чувствовать то есть если будет все хорошо и будут назначения с которыми мы сможем справиться самостоятельно то мы ее будем забирать потому что ну там в районе пяти тысяч сутки получается для нас это дороговато но если же будут какие-то назначения с которыми у нас тут смогу могут возникнуть затруднения то тогда мы вынуждены будем оставить ее на стационаре дальше ну дольше ну все будет зависеть как она будет себя чувствовать потому что операция не сразу ну в общем завтра будет какая-то ну такая окончательная что ли информация вот сейчас ну сейчас все нормально нормально в пределах вот допустимого никаких прям таких серьезных осложнений не последовало удалось избежать огромное спасибо докторам что внимательно заботливо отнеслись вот ну и по кроме переливания еще и бумин понадобился потому что и не хватило немножко немножко не так там все пошло как планировали в общем ну вот такая вот история друзья что расскажем сейчас наверное ну с конца мы начали да давайте мы сейчас расскажем эту историю сначала для тех кто ну не в курсе для тех кому интересно для тех кто может быть только часть какую-то зацепил вот мы сейчас историю в кратце сначала и до настоящего момента вам расскажу в начале июня кто-то подкинул к приюту двух щеночков это за то время когда я поехал лечиться вот девчатам пришлось ловить этих щеночков потому что они были дикие абсолютно вот потому что их тут уже начали кормить и ну ну как сказать добрые люди да но естественно себе они забрать не хотели начали кормить возле и это других собак взрослых привлекает начинаются драки за еду наши собаки начинают выбешиваться ну то есть это очень беспокойная ситуация нездоровая и ну несмотря на то что собственно не меня не было им некуда было девать щенков нам пришлось их ловить девчатам пришлось их ловить в общем обхитрили вам получилось они взяли клетку у нас самодельная клетка есть которую делал ловушку в общем получилось поймать щеночков ну и первое время было все ну более-менее нормально щеночки росли развивались получили обработки от паразитов от блок листов получили первую прививку и все было вроде бы нормально ну они игрались мода была более ласковая спокойная квази была диковатая но такая активная то есть они были в принципе как любые обычные щенки пока вы не заметили что в один из дней мода она немножко странно себя вела знаете как такая человекоориентированная щенок не пищевая это очень странно вообще-то для таких собачек для них ну корм это прям главное если ты поставил им или дал вкусняшку то все внимание занимает а тут она абсолютно спокойно бросает еду на руки вот это немножко насторожило но как бы не было подозрений что она чем-то больно ну то есть даже видео вот мы когда их поймали мы выкладывали видео и подписчики тоже видели мы все снимали что квази сразу бросается на еду а мода мы даже это вот превозносили на вот такая ласковая она вот идет к рукам вот такая вот однажды вечером во время очередного кормления саша заметила что она просто ходит по периметру ну и в общем друзья мы сейчас вам еще кусочки вставим кусочки видео чтобы вам было это наглядно понятно мода одна из недавно подкинутых приют у щеночков оказалась серьезно больна у нее резко начались неврологические нарушения отказ от еды в общем стало очевидно что щенулька серьезно больно вот утром мы повезли ее ветклинику сделали узи и уже на узи стало понятно что у нее скорее всего портосистемный шунт который расположен в ней печени друзья может быть непонятно будет для кого-то шунт это такой незакрывшийся аномальный сосуд ну когда внутри утробное развитие проходит то этот шунт он нужен это этот это ну скажем так артерия она нужна для того чтобы щеночка питательными всякими веществами обеспечивать но когда собачка рождается то эта артерия она перекрывается и вся кровь идет через печень очищается обрабатывается в общем все химические реакции происходят в печени в данном случае из-за того что этот ну артерия это ли сосуд скажем так сосуд не закрылся он имел достаточно большую мощность из-за этого не очищенные все вещества попадали прямо кровь во все органы в том числе и в нервную систему из-за этого не развивалась должным образом печень и нам нужно было принимать ну срочное решение либо подвергнуть щенка эвтаназии чтобы малютка это дальше не мучилась либо рискнуть и попробовать провести дорогостоящую операцию и проблема здесь была не только в стоимости но и в том что ну далеко не в каждой клинике можно подобную операцию провести для этого еще к это обследование необходимо неоднократно то есть ну и нам можно сказать повезло нам удалось договориться о срочной операции ветклиники в ростове-на-дону куда мы собственно повезли моду вот там ее повторно обследовали диагноз подтвердился кроме шунта обнаружили еще и камушек в желудке и народное тело и обнаружили ну порог сердца вот жить собачка с этой проблемой будет но в будущем возможны ну собственно осложнения могли быть и во время операции но и в будущем возможны осложнения в виде асцита грудной полости да вот несмотря на то что собачку мы оперативно отвезли в клинику сразу оперировать ее было нельзя состояние собачки было тяжелое сначала нужно было снять все симптомы стабилизировать ее а потом уже давать наркоз сделать к этой операцию ну вот за несколько дней в клинике ей делали необходимые капельницы уколы ее состояние постепенно пришло в норму и нас пригласили на обсуждение самой операции мы поговорили с хирургом с анестезиологом какие риски возможны ну и провели операцию собственно выбора у нас особого то и не было друзья в данном случае мы должны были либо просто усыпить чинунку либо все-таки резко вот несколько раз нам пришлось съездить в клинику и в том числе для того чтобы отвезти нашего спасителя нашего любимчика хача который стал донором для малышки моды донором крови плохого самочувствия малышки из-за проблем с печенью кровь ей обязательно понадобилось бы ну в общем друзья на сегодня история вот такая операция проведена каких-то объемных видео из клиники у нас нет те сюжетики которые нам прислали но доктора и медсестрам и вам обязательно включим в этот в это видео и ну и конечно дальше когда мы поедем уже забирать малышку из ветклиники мы тоже но все вам покажем ну собственно будем надеяться что после операционный период пройдет нормально и у малышки будет шанс жить полноценной собачьей жизни друзья и еще мы хотим вам напомнить о том что мода была не одна у нас живет ее сестренка которую вместе с ней подбросили подкинули зовут ее квази за время лечения моды она прошла вторую прививочку и сейчас она уже практически готова к пристройству она обработана от блох от паразитов от клещей от углистов и она ей сделали уже обе прививки поэтому друзья мы сейчас тоже вам ее покажем и пожалуйста обратите внимание может быть кто-то из вас хочет забрать эту щенульку к себе домой подарок от приюта будет стерилизация и консультация по всем собачьим вопросам здрасте а у нас вакцинация дверь можно оставить открыть и снимать а я ее сегодня гладила с утра иди сюда ладно я так чувствую что мы с ней будем долго но она все еще диковатая квази ну чего ты боишься квази ой какая она уже тяжелая красавица посмотри длинная лапистая глаза на выкате прошавица будем делать прививку нужно обязательно сделать прививку нет это потом ты получишь сейчас мне нужно тебе сделать прививочку вторую раз уж твоя сестренка лечится тебя забывать нельзя все равно вот друзья пока не звоночка никаких вопросов по собачке мода болеет но квази здоровенькая присмотритесь к ней вот обработанная провакцинированная уже два раза этот раз бешенством все привычки у нее есть обработки да скажи я уже расту я уже два раза выросла такая красивая будет длинная квази хочешь давай я посниму поближе сказать я такая красавица я хочу домой сприт не вкусный пойдем 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 да скажите я сын это нормально после прививки красавица такая вырастет будет похожая на мимрикса вот так вот так вот так вот так малышка и все спряталась скажи не надо меня больше колоть на сегодняшний день вся эта история рискованная история с лечением малышки моды только по стационару обошлась на нам в семьдесят четыре с половиной тысячи ну и какую-то сумму нам придется заплатить еще за два дня стационара только в том случае если мы завтра уже сможем забрать ее домой это очень большая сумма для нас друзья не говоря уже о том какие еще огромные проблемы и расходы в настоящее время нас просто преследует и я хочу сказать огромное спасибо всем кто поддерживает приют это непростое время огромное спасибо всем кто принимает участие в жизни приюта спасибо за поддержку наших питомцев подопечных спасибо за то что принимаете участие даже вот в таких рискованных и можно сказать неразумных мероприятиях но если все получится то у малышки будет шанс на полноценную жизнь и я думаю все мы будем очень рады этому факту еще раз огромное спасибо всем кто помогает приюта и быть добры и и и и и